Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет! И мы с вами находимся на Пукете! Острове мечты, который никак не оставлял мою душу и сердце, и мы снова сюда вернулись. И сегодня у нас в планах посмотреть оставшиеся пляжи острова, на которых мы еще не были. Пукет славится своим пляжным отдыхом, и сегодня будет красивое, релаксационное, морское, солнечно-песочное видео. Так что всем, кто хочет поностальгировать о своем отдыхе на райском острове, пожалуйста, смотрите дальше. Но сперва нам нужно взять байк в аренду, и мы уже знаем, где его брать. Все, не будем терять времени. Поехали! Поехали! Обычно тут мы уже вырезаем, но в этот раз что-то Саша не нажал на паузу, короче. Теперь точно поехали! Мы уже намазали солнцезащитным кремом, потому что солнце здесь дикое. Берем расчески и уходим. Какой шикарный вид! Так, мы пришли брать байк в аренду. Но того дядечки, что нас вчера узнал, к сожалению, нет на месте. Ну ничего, сейчас у других возьмем. Смотрите, вот такой байк стоит 300 бат в день. А вот этот 200, Саш? Ага. Вот этот за 200. Все, мы взяли байк и отправляемся. Бай-бай! Веселое путешествие по острову мечты. Я называю пакет остров мечты, потому что этот так и есть. В общем, мы с Сашей едем, и я просто уже, ну, не могла не показать вам. Это настолько меня впечатлило. Смотрите, сзади меня в море огроменный лайнер просто. Я таких больших никогда не видела. Это просто что-то с чем-то. Я бы очень хотела на таком покататься. Это же, блин, настоящий Титаник. Видите? Там вдалеке еще один корабль. Но он просто мусипусичный по сравнению с этой бомбилой. Обалдеть. Просто гигант. Ну все, показала. Теперь меня не будет мучить совесть. Поехали дальше. Все, мы приехали на первый пляж. Он находится совсем недалеко от пляжа Патонг. И называется он Калим Бич. И здесь, кстати, видно в профиль тот здоровенный корабль, о котором я вам говорила. И в сравнении с маленькими тайскими лодочками вы можете оценить весь его размер. Пляж достаточно маленький. С левой стороны все захламлено какими-то лодками, телегами для того, чтобы вытаскивать из воды мотоциклы водные. Очень мало людей. Немного камней. Ну, я не назову этот пляж прям идеальным местом для отдыха. Все-таки здесь как-то не очень красиво. И поэтому, наверное, здесь так мало людей. Но если вам нужен прям такой уединенный отдых, если вы не любите шумный Патонг, то, в принципе, можете остановиться здесь. Смотрите, как мало людей. Водичка красивая, прозрачная. Но минус в том, что здесь что-то стекает в воду, и меня всегда это отталкивает. Второй минус этого пляжа это то, что он прям по соседству с дорогой очень шумно. И все вот эти бензиновые выхлопы идут на отдыхающих. Ну, конечно, это прям вот, наверное, троечка. Потому что на Пакете есть пляжи намного круче. Мне кажется, лучше даже съездить на Патонг. Он здесь недалеко, и там просто покупаться. А здесь какие-то камни, лодки стоят. Так что на этот пляж лучше даже не проезжать. Так, друзья, мы приехали на пляж Камала Бэй. Это начало пляжа Камала. Он почему-то разделен на две части. Видите, здесь такая небольшая прибрежная часть. И вон там дальше мы туда съездим. Еще там вторая часть этого пляжа. Не знаю почему, но вроде бы как он называется одинаково. Здесь вообще нету людей. И знаете почему? Потому что здесь вообще не пляж. Здесь одни камни. И купаться здесь просто нереально. Я вижу из воды просто выступает вулоны. И очень мелкое дно далеко. И нельзя здесь купаться вообще не вариант. Можно, конечно, но, блин, смотрите, валуны прямо около воды торчат. Неприятно. Нет, конечно, если бы это был единственный пляж на острове, эти бы валуны люди обходили и нашли выход, купались здесь. Но зачем, когда столько крутых пляжей? В общем, данный пляж мы к посещению опять не рекомендуем. Так что не теряйте время, не приезжайте сюда. Следующий пляж, на который мы приехали, называется Хуа-Бич. Давайте посмотрим, что это за хуа такая. Сейчас прикрепим точку на карте, посмотрите, где он находится. Недалеко от того пляжа, где мы сейчас были. Ну вот, вот, красивый, чистый, уединенный, маленький, тихий пляжик. С прозрачной голубой водой, хорошим дном, чистым песком и вообще минимальным количеством людей. Музыка Пойдемте ближе к воде, посмотрим, что там у нас с водичкой. Но я уже отсюда вижу, что она красивая, прозрачная. Из-за того, что пляж очень маленький и огорожен камнями, валунами всякими, здесь прям минимум волн. Мне кажется, это место отлично подойдет для отдыха с детьми, ну и для отдыха тех людей, которые, как и я, ненавидят волны. Ой, какая приятная вода. Прохладненькая такая, красивая. Над ней есть небольшое количество камней, но я смотрю не везде. Вот там подальше песочек, но все-таки камушки в воде тоже есть. Ну что, пляж тянет на четверочку. Лучше двух предыдущих, это однозначно. Такой миленький. По-моему, это пока лучший пляж, который мы видели. Смотрите, как мило еще растут пальмы вдоль пляжа. И там есть бар, можно заказать напитки, сидеть, посмотреть на море и полюбоваться видом. Да, вид открывается с пляжа шикарный. Это горы, небольшие домики вдалеке. Мне нравится. Не дурено. Так что, в принципе, на Хуа-Бич можно приехать. На Хуа-Бич приезжайте. Вару-Маргулис. Палар-де-Хаэлис. Кто знает, что это означает? Напишите в комментариях. В прошлый раз мы больше снимали пляжи юга Пукета. В этот раз мы ездим в сторону севера и будем снимать пляжи, которые ближе к аэропорту, в сторону севера. В общем, друзья, пляжик небольшой. Вроде бы весело показали. Сейчас едем на следующий. Так, друзья, мы добрались до пляжа Камала. По-моему, это первый такой туристический пляж, который мы вообще сегодня посещали. Потому что здесь просто дофига народу, дофига лежаков. Пойдемте, подойдем к морю, посмотрим вид. На пляже делают тайский массаж, стоит 300 бат. Сейчас атлиф, вид не самый красивый. Наверное, когда прилив, здесь вообще красотень. Кто-то загорает лежит. В общем, я так понял, сейчас вообще сезон атлифов. Поэтому везде море такое, знаете, ушедшее. Неполноценное. Минималистическое. Давайте подойдем к воде, посмотрим, какая она прозрачная. Мне нравится этот пляж тем, что от дороги нас отделяет, во-первых, какой-то парк с зоной кафе Пальмы. Смотрите, вообще не слышно шума дороги, слышим только шум волн, какие-то детские радостные крики в воде. Мне здесь однозначно нравится. Я смотрю, здесь все европейцы отдыхают, русских здесь нравится. Кто-то даже загорает без лифчика. Покажи, покажи. Там тетика без лифчика. В общем, пляж достаточно большой. Давай покрутимся, покажем. Смотрите, просто гигантский пляж. И открывается красивый вид вон на ту гору. Я смотрю, домики. Правда, вот впереди, жалко, нет никаких островов. Одно сплошное море. Но море тоже красивое. Хороший пляж. И мне еще нравится он тем, что здесь можно не только приходить и брать зонтик с лежаком в аренду. Можно просто прийти со своей постилкой, загорать на своей тряпочке, отдыхать и не переплачивать. Это очень удобно. Песочек чистый, прозрачный. На дне нет ни одного камня. Я не вижу в зоне видимости. Из-за того, что песок очень мелкий, волны его мутят, и получается вода мутная. Да, но туда дальше, подальше от песка, вода прозрачная, голубая, красивая. И я смотрю, дно здесь такое постепенно. Не то, что сразу глубоко или долго, мелко. Вот люди заходят, и постепенно вода прибавляется. Очень хорошо, прям по уровням все сделано. Смотрю, здесь много отдыхающих с детьми. Так что вносим этот пляж в раздел «Хорошие места для отдыха с детьми». Да, точку на этот пляж мы тоже расставим. Так что, если хотите приехать, покупаться, приезжайте. Хорошее место. Дети любят строить замки из песка. И здесь песка на целый спальный район. Ну, в общем, не будем долго останавливаться. У нас еще впереди много пляжей. Хочется показать вам как можно больше, чтобы в свой отдых в Таиланде вы не тратили время на поиск идеального пляжа для себя. Посмотрели одно из наших видео и сразу решили, куда точно стоит ехать. Ну что ж, движемся дальше. Так, ребята, смотрите, здесь еще можно покататься на водных мотоциклах. Вот расценки. Значит, 30 минут полторы тысячи бат, один час три тысячи бат. Но здесь еще все зависит от мощности. Остановите на стоп, если интересно. Ознакомьтесь с ценами. Вот я смотрю, здесь есть гидроцикл один час четыре тысячи бат. 30 минут две пятьсот бат. Но это за очень мощные гидроциклы. Очень быстрые. Кому обычных не хватает, как побольше экстрима, придется чуточку побольше раскошелиться. В общем, друзья, мы приехали на пляж Лаи Эм Синг. Здесь вход стоит 20 бас человеку. Если честно, я не уверен, действительно ли пляж платный. Но бумажки такие дают, значит, по-настоящему платный. Посмотрим, стоят ли наши вложения выделки. Ступеньки ужасно неудобные. За такие деньги могли бы и понормальнее сделать. Это, кстати, первый платный пляж на Пхукете. На котором мы были. Да, это что-то. Остальные все бесплатные. И очень красивые бесплатные. Здесь, я не знаю, должно быть что-то с чем-то за 20 бат. Здесь должно быть вообще просто... Я не знаю, мы увидеть должны просто умереть от счастья. Но умирать-то не надо. Чтобы последний вид, который ты видел в своей жизни, ты бах, так тебя ослепляет. Ты видишь белый свет в конце туннеля и все. Ты, в общем, в раю. Ты, короче, такой разложился, лежак. И тут Билан выходит. С микрофоном и поет. Я звезда! Это не он поет. А он поет это, прикинь. Это же сон. В общем, эти ужасные ступеньки первый минус данного пляжа. С детьми сюда не вариант, особенно с маленькими. Они в жизни не слезут. Ну или будут полдня с них слезать. И еще я уже представляю, как весело будет подниматься. Это прям как на крабе подъем на гору Тигра. Да, но даже гора Тигра была бесплатной. Да. Вау, тут и дети волны. Да, волны большие. И пляж действительно красивый, я уже вижу. Вот такая красота. Слева от меня работает кафе. Смотрю, очень много людей едят. Видимо, цены там нормальные, доступные. Продаются напитки, кокосы. Голодным на пляже не останьтесь, если есть деньги. И следующее. Там есть душ. Смотрите, с пресной водой. Это очень круто. То есть после того, как вы искупались в море, вы можете ополоснуться пресной водой, и кожу не будет стягивать. Это, конечно же, большой плюс данного пляжа. Я бы даже сказала, гигантский плюс. Вода такого красивого, бирюзово-зеленого, какого-то изумрудного цвета. Достаточно сильные волны. Но в таких волнах получаются очень красивые романтичные фотосессии в купальниках, всяких красивых нарядах. Очень живописный пляж. Он небольшой, но это настоящий тропический рай. Мне здесь очень нравится. Людей ни много ни мало, нормально. Пальмы, деревья, в тени которых можно также укрыться и сэкономить на зонтике. Красиво. Несмотря на то, что отлив, все равно очень даже миленько. Но пляж небольшой. Пойдемте посмотрим воду. Какая она красивая. Вау! Поймай волну, поймай волну! Вау! Как мне хорошо! Так жарко, а вода прохладненькая, свежая. Она не приторно теплая. Я вот не люблю, когда вода, как горячий чай. А вот именно такую люблю. Свежую, прохладную. Но в то же время в ней можно купаться час-два, и вы не замерзнете. Вон Саша снимает для вас красивые нарезки. Скажем ему спасибо и поддержим лайком. Здесь можно покататься на таблетке, на водных мотоциклах. Даже на банане можно покататься. Но расценок я пока не видела. Ой, ну какая же потрясающая водичка. Супер классный пляж. Мне нравится. Однозначно стоит 20 бат. Но если бы ступеньки эти ужасные еще убрать, было бы вообще замечательно. Уху! Как красиво! Как мне сейчас хорошо от водички. Ой! Это ж потрясающе! Смотрите, на пляжах Пхукета выставляют флаги. Вот этот желто с красным означает, что волны сильные, но они катастрофические. Если флаг красный, это значит, что сильные волны, сильный ветер, и купаться опасно. Еще хотела вам показать этот огромный валун, на котором стоит Саша. Смотрите, здесь просто миллионы каких-то ракушек. Есть прям закрытые, есть открытые. Чем-то похожи на устрицы. Супер! И все это они облепили. Ну, а теперь они уже какие-то совсем не живые. Давайте послушаем, что об этом пляже думает Александр. Я вижу, здесь много европейцев. Мне кажется, они такие, знаете, все такие мажористые. Сюда приезжают отдыхать, типа платный пляж. Сейчас я приеду здесь, как чекану. Ну да, здесь такой народ более пафосный. Это заметно. Такие накачанные парни, девушки такие ходят. В общем, пижонский пляж, наверное, такой местный. Знаешь, ты увидела на этом пляже, чего не было ни на одном другом. Душ с пресной водой. После пляжа можно искупаться, смыть соль. И вода не будет стягивать кожу. Ну, в общем, если хотите повыпендриваться, попонтоваться вам на этот пляж. Ну, а мы не выпендрежники и не пантовщики. Поэтому берем свои шлепки и отправляемся дальше. Искать не менее хороший, но в то же время бесплатный пляж на острове Пукет. Субтитры добавил DimaTorzok В общем, вывод. Если вы приезжаете в Таиланд, не только отдохнуть, но и для того, чтобы выйти замуж за европейца, то искать его лучше здесь. Но учтите, здесь большая конкуренция. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok